МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Жемчужины национальной культуры в Театре оперы и балета начинается фестиваль чувашской музыки. Сегодня в Чувашии с рабочим визитом побывал полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе. Михаил Бабич проинспектировал ход строительства кадетского корпуса. Ввод объекта намечен уже на конец августа. Отставать от этого плана недопустимо, отметил Полпред. Напомним, что соглашение о реализации этого проекта было подписано в прошлом году в Министерстве обороны страны. Как продвигаются работы, узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. Гидом по строящемуся объекту для Полпреда президента выступил председатель Кабинета министров республики. Реализация проекта в правительстве региона находится под постоянным контролем. Каждую неделю подрядчики представляют Ивану Маторину подробные отчеты. Сейчас главная задача войти в намеченный график. Работы запуксовали в начале года, но строители постепенно наращивают темп. Сейчас отставание от планового графика. Ну, две недели, да? Две недели. Ну, уже догоняем. По новому графику, который сейчас прогоняет. В феврале месяце вы можете нагнать уже, да? Да. Пока идем по этому графику. В феврале, в мае. Приступили уже ко второй кладке по блоку ГАИ. Там были сложности определенные. Кладка узорчатая. Четыре разных кисточа. И каменщикам, конечно, приходилось тренироваться. И разборку... Привыкли уже. Да, проблемных моментов вы для себя не имеете. Нет, есть, решаем в рабочем порядке. Подрядчик у нас строил школу в Цивильске, в замках федеральной программы. Проблемы, мешающие работе подрядчиков, устранены полностью. В первоначальный проект пришлось вносить немало корректировок. Это фундаменты, это... Пластный дренаж. Дренаж, там очень обводненные грунты были, много вносилось в мини-проект. В начале было... Сейчас проблем не осталось у нас. Проектов не осталось. По ходу, который возникает, решаем быстро. В правительстве региона уже позаботились и о внешнем виде кадет. При уточнении заложили еще 16 миллионов на обмунирование кадетов. Соответственно, будет прошита форма летняя, зимняя, церемониальная. То есть, ну, все как положено. Мы изучили опыт других кадетских корпусов. Кадетский корпус имени Кочетова примет более 400 ребят. Для учебы и тренировок здесь обустроят электронный тир, футбольное поле, баскетбольную площадку и даже ледовый дворец. В мае месяце пройдет консовет Минспорта России и уже будет выпущено распоряжение правительства Российской Федерации. Общая стоимость 260 миллионов. Я думаю, проект будет организован. В кадетском корпусе планируют обучать будущих летчиков и моряков. Сейчас полномочному представителю президента показывают, где именно сядутся парты кадета. Здесь возведут трехэтажный учебный корпус. Работы идут по графику. Для кадет возводят и спальные корпуса. Один из них за счет благотворителей в лице компании Ренова. Работаем круглые сутки. Сколько человек у вас надо работать? Сегодня 38 человек будет на сутки работать. Мы на Кроле выходим 1 мая. Крайние сроки определены. Двери кадетского корпуса откроются 20 августа. Михаил Бабич отметил, что подрядчики должны правильно расставлять приоритеты. Все ваши другие объекты – это ваши другие объекты. Что вы хотите делать – снимайте, освобождайте. Здесь вы не на один день. Здесь вопросов нет. Вслед за кадетским корпусом начнется и благоустройство парка. Работы намечены на весной этого года. Проект амбициозный. Освещение, тропиночная сеть, малые архитектурные формы, детские площадки – все это запланировано. Как его назвали, этот парк? Парк, первоначальное название Шупашкар, но сейчас провели опрос, и он будет переименован в Кадетский парк. Кадетский парк, мне кажется, звучит хорошо, да? То есть эта работа сейчас проводится. И, наверное, такой парк будет первый в России. В сегодняшнем рабочем графике Михаила Бабича и совещание в Доме правительства. Оно прошло в закрытом режиме. После его завершения полпредпрезидентов ПФО и глава республики ответили на вопросы журналистов. Один из самых актуальных – грядущие президентские выборы. В этом году в избирательной системе ряд нововведений. Одно из них – возможность проголосовать без открепительных удостоверений. Честность и прозрачность выборов – задача номер один. В целом, конечно, мы достаточно долго, вы видели, сейчас обсуждали все аспекты подготовки к избирательной кампании в контексте обеспечения именно возможности людей проголосовать и сделать свой выбор, тот, который они для себя определили за того кандидата, которого они выбрали. Это и вопросы безопасности, прежде всего, это вопросы действий чрезвычайных служб, аварийных служб, это вопросы подготовки избирательных участков. Другая тема – благоустройство столичного парка рядом с будущим кадетским корпусом. Это общественное пространство включили в федеральную программу формирования комфортной городской среды. Выделены существенные средства, и действительно этот парк станет изюминкой Чебоксара, таким, я надеюсь, любимым местом для горожан. Это очень важное, кстати, событие, и вот мы сегодня рассмотрели ход реализации этой задачи, она синхронизирована с строительством кадетского корпуса. Продолжается капитальный ремонт Республиканской детско-клинической больницы. Напомним, Чувашия получила около 27 миллионов рублей из резервного фонда президента России. Сегодня подрядчик работы выполняет согласно графику, и в марте месяце мы ведем после капитального ремонта в эксплуатацию данную поликлинику. Мы вообще получили за счет резервного фонда президента России 114 миллионов рублей. Отремонтировали учреждения образования, учреждения здравоохранения, учреждения социальной сферы. Это говорит о чем? В бюджете денег не хватает, но принятое решение президентом России нам позволяет дополнительно, капитально проводить ремонт разных учреждений. На днях завершился финал всероссийского конкурса «Лидеры России». В нем участвовали 300 руководителей со всей страны, и один из них из Чувашии. Конкурс лучших управленцев России будет проходить теперь ежегодно. Молодые и успешные руководители разных уровней. Вначале они прошли онлайн-испытания, затем отбор на полуфиналах. Их компетенции оценивали специальные комиссии, профессионалы по подбору персонала. Из 199 тысяч заявок, столько их было на первом этапе, до финала дошли лишь 300. В Сочи управленцы командами на протяжении четырех дней решали задачи и прорабатывали кейсы, каждый раз проявляя свои лидерские качества. Победителями стали 103 человека. Они получили на год личных наставников из числа топ-руководителей страны. К тому же всем 300 финалистам выделили образовательные гранты на 1 миллион рублей. Чувашию в финале представлял только один управленец, Оксана Очкасова, директор национальной телерадиокомпании. Кроме солидного опыта и бизнес-резюме, пополнилась и копилка идей, которые непременно надо воплотить уже здесь, на родине. Тема наставничества мы не оставим. Мы действительно сейчас запустим достаточно серьезный проект вместе с полуфиналистами лидеров России здесь, в Чувашии. Есть огромное количество идей после проведения уроков в школе, в Сочи, для старшеклассников сделать что-то похожее здесь, потому что детям, как никому, нужна вот эта вот вера в себя и какие-то вера в то, что возможности есть у каждого, независимо от того, какие у тебя исходные данные. Ты всегда можешь стать лидером и куда-то пробиться. О том, каким стал 2017 год, для Чебоксарского и Марпасадского районов говорили на ежегодных совещаниях, которые провел в муниципалитетах глава Чувашия Михаил Игнатьев. Об итогах и перспективах в нашем материале. В Муринско-Пасадском районе активно развивается малый бизнес. В последнее время стали открываться новые производства. Лесопилки, мини-пекарни, работают цеха по выпуску мясных полуфабрикатов, переработки рыбы, небольшие мастерские. Есть даже свои производители сыров. Это настоящий национал итальянского. Проходили обучение у итальянцев. Они нас научили. Сами проходили? Сами проходили? Нет. Учились. Наращивает обороты и местный маслозавод. Это нефильтрованное, чистое натуральное масло. Прессовое. Мы поставили в этом году сушилку, поэтому у нас проблем стал получше. Производите сколько? Так, мы переработали семечки где-то 15 тысяч тонн. Район развивается во многих направлениях. В этом году на его территории, с учетом ландшафтных возможностей, должен появиться и первый в Чувашии ветропарк. У нас есть ветропарк. Буквально позавчера разговаривал с генеральными директорами. Они собираются устанавливать 32 ветрогенератора. У нас общей мощностью 75 мегаватт. Купили 20 гектаров земли. Точечно, значит, места расположения. В течение года мерили силу ветра. Но они уверены, сами своих проектов реализуют или не реализуют. Это опять один разговор. Они должны выиграть аукцион. Но как только город выиграл, мы уже имеем возможность начаться строительством. В 2017 году удалось сохранить сбалансированность и устойчивость в бюджетной сфере. Консолидированный бюджет Мариинско-Пасадского района за 2017 год по доходам исполнен в сумме почти 440 миллионов рублей. При этом налоговых и неналоговых доходов мобилизованы в общей сумме более 101 миллиона рублей, что почти на 3% выше уровня прошлого года. При этом среднемесячная заработная плата за год повысилась на 9,8%. И достигла 19 158 рублей. Налоговые показатели могли бы быть и выше, если бы эффективно использовали все земли сельхозназначения, пока более 5000 гектаров в районе не обрабатываются. Каждый гектар должен работать на бюджет района. Все деньги от оборота земель сельхозназначения от аренды или в виде налога, они полностью отчисляются в муниципальный бюджет. Это ваш заработок. Местные власти обещали за два года проблему полностью разрешить, а в 2018 году ввести в оборот хотя бы половину залежных земель. В Чуваксарском районе глава Чувашии обратил внимание на снижение уровня заработной платы. По уровню зарплаты район всегда был числе лучших. По республике у нас динамика не имеется 7%, по району его назвали 4,7%. И уже вы находитесь среди сельских районов. Я могу сказать на 15 месте. Молодежь сложно будет удержать в пригородном районе. Какие резервы здесь? Какой потенциал? Какие инструменты будем мы еще использовать? Мы должны создать новые рабочие места в сфере предпринимательства с достойной заработной платой. Как я отметил, уже при влечении инвестиций у нас уже предусмотрено создание новых 304 новых рабочих места. И по предварительным подсчетам, по проектам этих объектов там предусмотрена достаточно хорошая заработная плата свыше 30 тысяч рублей. В прошлом году Чуваксарский район вошел в федеральную программу «Безопасные и качественные дороги». Благодаря этому район получил дополнительную финансовую поддержку. Программа «Безопасные и качественные дороги». То, что федеральная программа, первый год мы работали наряду с другими муниципальными образованиями. Немногими, скажем так, 4 муниципальных образования только могли войти сюда, Чуваксар, Новочваксар, Баргаурский и наш район. Мы все объекты, 10 объектов, которые обозначены были нами же по этой программе. Самые плохие участки дорог, это 70-80-х годов постройки, мы капитально могли отремонтировать на сумму 118 миллионов рублей. Это 27,5 километров дорог. На этот год 47 километров дорог по этой же программе мы уже предусмотрели. Востребованной в районе оказалась программа инициативного бюджетирования. За год реализовано 7 проектов местных жителей по благоустройству и обновлению сельских территорий. В 2018 году в программе будут участвовать уже 13 сельских поселений. Галина Титарчук, Татьяна Раевская, Андрей Шуклев, Республика. В столице Республики продолжается реконструкция Московского моста. Участок дороги расширят вдвое. Посмотреть, что сейчас происходит на стройплощадке и обсудить с подрядчиками первоочередные задачи отправился министр транспорта Республики и наша съемочная группа. Тяжелая строительная техника и полторы сотни рабочих. На главной дорожной артерии Чебоксар вовсю кипит работа. Напомним, реализует масштабный проект фирма Перискер. Сейчас строители устанавливают пролетные строения. Это едва ли не самый ответственный, но в то же время и самый долгий процесс реконструкции моста. От точности исполнения зависит прочность и долголетие всей конструкции. Этот мост имеет у нас 9 опор. Все опоры готовы. Две крайние и 7 промежуточных. 7 промежуточных. Они имеют определенную форму, архитектурную. И само строительство одной опоры занимает у нас порядка месяца. Была изготовлена для них специальная металлическая опалубка. Все мосты у нас два зеркальных. Они будут практически зеркальные друг к другу. Между ними будет расстояние 2 метра. И сейчас первое пролетное строение мы планируем сделать 24 марта. Возведение пролетов между опорами моста планируют завершить в конце июня. После – обустройство поверхности и гидроизоляция. Первый асфальт появится уже в августе. По качеству работ гемподрядчик показал себя с хорошей стороны. Бывают нюансы. Бывает, кто не работает, тот не ошибается. Бетон у нас отбирается совместно с подрядчиками. Они отбор берут. Мы со своей стороны отбор берем, везем в Казань, в лабораторию и проверяем на качество материала. Общая стоимость реконструкции превышает полтора миллиарда рублей. Финансирование в этом году составляет почти 400 миллионов. Средства поступили из федерального, республиканского и городского бюджетов. За это дорогостоящие и в техническом плане уникальные проекты взялись еще в декабре 2015 года. Мост давно находился в аварийном состоянии. Оставлять его в прежнем виде было небезопасно. Ежедневный поток машин создавал здесь крупные пробки. Тогда было решено не просто отремонтировать дорожные покрытия, а построить важный для столицы объект заново. Напомним, первую очередь моста сдали летом прошлого года. Город совместно с генподрядчиком Пелискер вложили много сил для того, чтобы город не испытывал больших проблем в движении по нему. Это, как вы видите, организовано движение. Регулярно меняем светофорное движение в зависимости, работу светофора в зависимости от количества автомобилей. Широкий шестиполосный мост, отвечающий всем современным требованиям, чебоксары получат в конце ноября 2018 года. Рифат Фадкулин, Сергей Адушкин, Республика. Их призвание быть на страже закона. Прокуроры республики в прошлом году только в сфере противодействия коррупции выявили 2733 нарушения закона. За другими следить и самим не нарушать. Подбор ведомственных кадров проводят с особой тщательностью. Кого берут на службу в прокуратуру в следующем материале. В прокуроры я пошел, пусть меня научат. В ведомстве призыв Маяковского не действует. Прежде выучиться придется самому. Пятерки по дисциплинам здесь будут как нельзя кстати. Безупречное знание законов – сверхважное требование для любого работника прокуратуры. Прокурорский работник призван неукоснительно соблюдать в Конституции России ее законы. Дорожить своей профессиональной честью. Быть образцом неподкупности и моральной чистоты, скромности. Вести непримиримую борьбу с любыми нарушениями закона, кто бы их не совершил. Сразу после выпускного примерить форму с погонами не удастся. Выпускников даже с красным дипломом юрфака будут проверять и тестировать. Испытают интеллект и стрессоустойчивость. Собеседование по месту жительства с горрай прокурорами. Анализ и проверка представленных ими документов. Прохождение кандидатами профессионального психологического отбора. Проверка в отношении них и их близких родственников. Выполнение письменной работы диктанта. Только самые подготовленные смогут строить карьеру в погонах. Начинается она с должности помощника прокурора города или района. Кстати, в 1984 году именно на эту должность пришел и Василий Пословский, нынешний прокурор Чувашии. Ирина Волкова, Расиль Мухаммедов, Республика. В каком возрасте ребенок должен уметь произносить звук «рррр», сколько слов должен знать к трем годам? О том, где знают ответы на эти вопросы и могут помочь родителям Ольга Пырочкина. Кого тебе дать? Сон. Хорошо, сейчас. Двухлетний Даниил играет в песочницы и не подозревает, что проходит первичную диагностику у учителя-дефектолога. Мы сегодня пришли на первое занятие, чтобы выявить возможные отклонения в речи и исправить их. Сначала занятие знакомства, а потом полная диагностика. А затем, если это потребуется, родителям предложат комплекс занятий с дефектологом, логопедом, психологом. Либо посоветуют, как заниматься с ребенком дома. Так работает консультационный центр для родителей на базе 201-го Чебоксарского детского сада. Мы можем уже информировать родителя о возможных трудностях в воспитании ребенка. И он внимательно отнесется к этому вопросу и будет искать пути решения. Поскольку многие родители даже не знают, к какому специалисту им обратиться и какие трудности у них имеются. Еще в 2014 году центр создали для родителей, чьи дети не посещают детские сады и, соответственно, не находятся под постоянным наблюдением специалистов. Все консультации и занятия бесплатные. Заниматься можно даже дистанционно. Никита, все, начинаем выполнять упражнения. Первое упражнение. Так, первое упражнение у нас. Месям тесто. Выполняем. Высовываем язычок и покусываем. Дри. Дри. А что, мотор маленький? Сильнее дуй, пожалуйста. Р. С Никитой мы занимаемся с ноября 2017 года. У нас поставлено уже два звука. Л или мягкое. Сейчас мы работаем над звуком Р. В прошлом году детский сад выиграл федеральный грант. Теперь возможности центра еще шире. Здесь могут принимать и детей с ограниченными возможностями здоровья. В 2017 году у нас прошли через консультационный центр 250 семей. И дистанционное обучение, то есть обучение через скайп, это 55 семей. Все родители могут записаться на нашем сайте по телефону, через онлайн-запись, через гугл-форму. Еще один такой центр скоро должен появиться в Чебоксарском детском саду номер 7. Дошкольное учреждение также выиграло грант. Ольга Пырычкина, Олеся Русакова, Борис Андреев, Республика. Чувашскому национальному музею исполняется 97 лет. И у жителей Чуваша есть возможность сделать ему подарок к дню рождения. В экспозицию принимают личные вещи. Теперь почти раритет, но еще совсем недавно предмет первой необходимости. Механические будильники, подзвон которых вся страна просыпалась на работу и в школу, большинство, наверное, недолюбливали. Ну а знаменитый фотограф из Чувашии Владимир Краснов, наоборот, их даже коллекционировал. В этом году его племянница передала лучшие образцы советской часовой индустрии национальному музею. Вроде бы это не так давно было, но уже, видите, ушло в историю. Уже стала такой историей. Не существующая эпоха, не существующая страна. Среди подарков этого года, к примеру, рукописи детских рассказов чувашского писателя Аркадия Исхеля. Он писал их пером и чернилами. А вот газеты, изданные еще при царе. Это 1911 год, то есть этим газетам уже более века. Нам их дарит Анатолий Ильич Кипич. Здесь, что интересно, какие-то уникальные советы. Здесь есть даже совет, что делать, если выпадают волосы, ну, судя по названию статьи. Предназначение следующего экспоната мое поколение, скорее всего, знает. А вот названия уже нет. Итак, кардиола 1967 года выпуска, что редко работающая. Акцию «Подарок музею» здесь традиционно устраивают в канун дня рождения. Впрочем, вещи принимают весь год. Своего выхода на витрины музея они ждут в хранилищах. Вот здесь вы можете посмотреть домино, тоже середина, а может даже первая половина 20 века. Посмотрите, какие интересные. А самодельные, то есть это не фабричное производство. Также вот есть предметы. Это зубной порошок, вот на начало, как раз до Великой Отечественной войны, 40-х, 30-х годов. Какая картинка нарисована на зубном порошке. Если у вас есть уникальные вещи, которые, возможно, незаслуженно пылятся на антресолях, теперь вы знаете, что с ними делать. Ольга Пырочкина, Александр Петров, Атнер Корсаков, Республика. Национальное достояние. С 14 по 24 февраля в Театре оперы и балета стартует фестиваль чувашской музыки. Что ждет ценителей, расскажет Юлия Важенина. Фестиваль чувашской музыки откроет жемчужина нашего музыкального искусства – опера «Хербю» Нарспи. Характер развития сюжета и образов относит эту оперу к жанру психологической музыкальной драмы. Основа произведения – народная песня. В хоровых сценах композитор использовал оригинальные фольклорные темы. Кстати, на этот раз опера посвящается 50-летию со дня первой постановки и 85-летию заслуженной артистки России, народной артистки Чувашей Тамары Чумаковой. Увидеть оперу Нарспи можно уже 14 февраля. ПЕСНЯ ПЕСНЯ 16 февраля зрители ждет еще одно известное национальное произведение, ставшее гордостью республики. Сарпиге – первый чувашский балет, получивший сценическое воплощение. Сюжет раскрывает тему любви красавицы Сарпиге и Сардивана. Сочинение буквально пронизано национальной символикой. ПЕСНЯ Конечно, такой театр, как национальный театр, должен иметь свою визитную карточку и в балетном, и в оперной части, как национальные спектакли. Этот спектакль мы очень успешно возили неоднократно на гастроли и в другие республики в том числе. Мы должны иметь целый пласт национальной культуры, обращать внимание зрителя на этот пласт. Это все-таки корни, это то, от чего отталкиваемся мы все, где бы мы ни были, где бы мы ни жили, где бы мы ни находились. Естественно, мы должны показывать это в первую очередь молодому поколению. Шивармань – легендарная, можно даже сказать, культовая постановка. Именно с этой оперы началась история Чувашского оперного театра. Сотни людей, пришедших на премьеру 22 мая 1960 года, стали свидетелями большого успеха композитора и исполнителей. Оценить постановку зрители смогут 18 февраля, а завершится фестиваль галоконцертом 24 февраля. Кстати, все эти спектакли поддержаны грантами главы Чувашии. Юлия Важенина, Атнер Красаков, Республика. Таким был этот вторник глазами корреспондентов программы «Республика». Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь и до встречи в эфире национального телевидения Чувашии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова